Гора Арарат, символ Армении, который находится в соседней с ней Турции. У горы сразу две истории, одна официальная, а вторая легендарная. И о той и о другой мы и хотим вам рассказать. Когда библейский Ной спас будущее человечества во время потопа, оказался он на своем ковчеге именно на горе Арарат. Отсюда, когда ушла вода, спустился он в Араратскую долину, где и жил счастливо со своей семьей и откуда и возродилась цивилизация. Для каждого армянина Арарат – священная гора и символ Родины. Потерянной Родины. Согласно сразу двум договорам, заключенным в 1921 году, Арарат оказался на территории Турции. И теперь сынам и дочерям Армении остается лишь любоваться захватывающими дух видами этой красивейшей горы. Вообще-то Арарат – это две горы. Подобно Эльбрусу, у него две возвышенности, две вершины – Большой Арарат и Малый, которая находится в 12 километрах друг от друга и обе они – потухшие вулканы. Большой Арарат поднимается на высоту в 5165 метров над уровнем моря и является самой высокой горной вершиной Турции. Не раз и не два на Арарат предпринимались восхождения, хотя истори считалось, что дело это неугодное Богу. Первым на Библейскую гору после Ноя поднялся немецкий профессор и естествоиспытатель Иоганн Фридрих Парад с группой студентов. Произошло это в 1829 году. Гора Арарат всегда вызывала восхищение своей красотой и величавостью. Поэты и художники много раз отдавали ей дань в своем творчестве. Символ Армении, Арарат и Ноев ковчег изображены на гербе Армении, и сегодня – предмет восторженных отзывов побывавших на этой вершине людей. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.